МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пандемия негативно повлияла на мировую экономику. Как вы видите дальнейшее развитие нефтяного рынка? На большие картины нужно смотреть издалека. Но уже сейчас становится понятно, что текущий период – один из самых сложных в истории нашей индустрии. Пандемия опостошила города, все меньше людей утром заводят машины, а аэропорты полны самолетами, припаркованными на стоянках. Вовсеместно потребление нефти сократилось. Влияние на мировую экономику? Безусловно. Мы наблюдаем третье за последние 12 лет пикет цены на нефть. Кроме того, соглашение о опеке сокращения объемов производства нефти и продолжающаяся дискуссия о продлении сроков этого соглашения от 6 до 9 месяцев. Важным фактором будет являться способность рынка к восстановлению экономического потенциала. Именно эти элементы будут влиять наибольшим образом на выкраивание конъюнктуры энергоносителей и в его зримом будущем. Если говорить о проектах, то, конечно, первоочередными являются те проекты, инвестиции в которых уже были вложены. Их, прежде всего, потребуется довести до успешных целей реализации. Среди новых проектов, думаю, будут превалировать те сроки окупаемости, у которых компактнее, а капиталовложения более елкие. Как последние события отразились на деятельности вашей компании в целом отрасли? Что касается компании, то, наверное, ключевым словом, которое должна здесь использовать, является форсирование. Уже давно наша компания была устремлена к более устойчивым способам ведения бизнеса, а ситуация с пандемией только придала дополнительный экономический импульс необходимым нововведениям. Например, компания на практике показала, что работа дистанционно не только возможна, но и крайне необходима. Конечно, встречи, митинги лицом к лицу – это то ключевое ведение бизнеса, от которого мы никуда не уйдем. Но, тем не менее, дистанционная работа открывает перед нами новые горизонты. Более пережливые способы реализации проекта, более дисциплинированное отношение к затратам – все это позволяет нам сохранить ликвидность и устойчивость к нашему балансу. Какой итог вы ожидаете от встречи стран ОПЕК нового соглашения по снижению добычи нефти? Соглашение ОПЕК плюс прежде всего рассчитывает на положительный отклик цены на нефть. Рекордное сокращение на 9,7 миллионов баррелей в сутки сыграло свою важную роль. Тем не менее, очень важным аккордом является вспышка коронавируса, которая оттягивает потребление и сокращает, конечно, общий баланс, сдвигая к велибриуму в сторону понижения. Но все-таки надо отметить, что последние дни они характеризуются положительным вектором увеличения стоимости цены на нефть. И именно поэтому, я думаю, что предстоящие встречи обязательно поставят на повестку дня дополнительный вопрос о продлении достигнутых соглашений. По отрасли, в случае, если уровень добычи останется таким же, рассматриваете ли вы перенос производств в другие страны? Операционная деятельность нашей компании уже давно и успешно диверсифицирована между несколькими геоплощадками в разных точках мира. Тем не менее, ядром всегда была и остается наша Родина. А вот в это сложное время, в турбулентные времена, когда иностранные жители вынуждены покинуть пределы, в это время особенную роль играют местные компании. Страна рассчитывает на нас, и нашим долгом является поддержка сотрудников, обеспечение объемов именно внутри страны. Поэтому перемещаться в другие локации нет, не планируем. Какие ваши проекты, наоборот, активизированы? Вызовы изменившейся конъюнктуры рынка энергоносителей, корректируют и стратегии. Наши основные задачи, я вижу, предложение наиболее оптимальных решений. Это очень широкая линейка, но сегодня отмечу только некоторые. Например, это цифрализация месторождений и других объектов при помощи формирования цифрового двойника. Также это поддержка зеленой энергетики при помощи использования энергии ветра, энергии солнца. Более устойчиво подходят к использованию ресурсов при помощи их повторного применения, например, воды. Ну и, конечно, строительство вкупе с инжинирингом, которым КГНТ обладал уже очень давно, более 45 лет, разрешает нам приводить новые контракты, контракты, связанные с EPC-направлением. Я вижу в этом дальнейшее приоритетное развитие компании. Сегодня о нефтяном инжиниринге мы говорили с генеральным директором Казгибра «Нефтитранс» Александрой Бекишевой в программе «Интервью» на телеканале «Атамикен Бизнес». До свидания.